Добрый день, добрый вечер, доброй ночи с вами я Вивиена на канале Ведонья Вивиена. Здесь мы смотрим что ждёт в будущем, что у нас есть чего нам опасаться, чего нам остерегаться. Здесь мы проводим планетарные медитации. Здесь мы проводим ритуалы онлайн. А на другом канале «Веверная эзотерика и жизнь» там больше о наших партнёрах. О том, как с ними вести, что с ними происходит, как они о нас думают и так далее, и так далее, и так далее. То есть там всё вот такое больше о личном. А здесь, то есть не о личном, а о них. А здесь как раз о личном. Потому что личная жизнь – это именно ваша конкретная жизнь. А вот когда вы с кем-то вместе, в хороших отношениях, в плохих, гармоничных, никаких, это уже союз. Это уже не личное. Это уже общественное. Например, на двоих. А у нас канал общественный на тысячи-тысячи людей. Пожалуйста, заходите в Телеграм. Мы там общаемся, разговариваем. Там я даю методики и практики, которые пригодятся в вашей жизни. А если надо лично, то, пожалуйста, вот мой номер телефона. Плюс – это международный режим. Сначала плюс, потом все цифры. Плюс 995 – это страна, а дальше все цифры. Вайбер, Ватсап, Телеграм – и, пожалуйста, только писать. Можете, конечно, и в Фейсбуке писать. Я есть в Дзене, в Фейсбуке, в Телеграме, везде. И блогер я уже давно и люблю свой труд. И когда вам нужна помощь или даже просто расклады, а Вивьена – специалист по чисткам, пожалуйста, обращайтесь. Конечно, должны понимать, что это труд, а труд, он всегда оплачивается. А сегодня у нас такое будет с вами. Ну, вы любите слово «расклад». Я всегда говорю, это наш поток с хрониками Акаши, со Вселенной, мы говорим вам истину. А скоро я буду давать вам то, что ждет в 23-м году. А в Телеграме я уже некоторые вещи давала. И люди слышали. Так. Что? Что? Нет, не что, а кто вас ненавидит? Ненавидит? Кто о вас злословит? Кто вас проклинает? Кто о вас сплетничает? Это мы все узнаем. Есть ли такие люди или нет? Есть некоторые люди, которые вот живут, знаете, и у меня такие знакомые есть, они говорят, ой, обо мне ничего не говорят, у меня нет никаких врагов. А потом вдруг что-то случается и оказывается, те, кто очень близко около них был, такое понарассказывали, что они сами об этом о своем и не знали. Просто некоторые люди живут спокойненько, живут и живут, и не обращают внимания, что вокруг них. А некоторые живут и видят, что около них идут какие-то интриги парижского двора. Ну, давайте посмотрим. Сначала посмотрим, кто меня смотрит. Это могут смотреть и мужчины, и женщины. Поэтому просто характеристика энергетическая вас. Подходит, смотрим дальше. Вы сейчас закрыты. Или какая-то тайна у вас. Если смотрят женщины, то действительно женщины. Если смотрят мужчины, то вы скрываете мысли о какой-то женщине. Это может быть любая женщина абсолютно, даже ваша мама и ваша сестра. И не обязательно там. Вы сами знаете, какая. То здесь или закрыты. Если вы, то вышли сами. Что у вас энергетически? Энергетически вы хотите выплеснуться. Вы знаете, как будто с вышки унырнули, и вам кажется туда глубоко-глубоко, и все, не вынырнете. И у вас желание вынырнуть. И вот так вот воздуха. Воздуха. Вот такое состояние. Воздуха. Воздуха. Чистоты. Энергетически. Энергетически вы хотите или желаете уже перемен, или к этим переменам уже близко. Ну, то, что у вас сейчас. У кого-то будут перемены в доме. У кого-то, может быть, даже будет союз или свадьба, или что-то такое. Потому что здесь идут перемены к лучшему. И, может быть, и денежные даже. В доме, о доме, о семье. У каждого семья это понятие по-своему. У кого-то это муж, вы и ребёнок. У кого-то это семья и мамы, и папы, и дедушка, и бабушка, и тёте, и протёте. И за тёте, как у нас тут, вот у нас так вот. И за тёте, и протёте. Что у вас энергетически? Энергетически вы хотите что-то новое сделать или подписать какой-то документ. Это может быть и купля-продажа, или ещё какой-то документ. Но, знаете, вы внутренне... Любой документ. Это может быть и о работе. Может, какое-то согласование или завещание. В общем, любой документ. Я просто вам говорю. Но вы как-то хотите, но вы ещё до конца не подошли к этому вопросу окончательно. То есть вы ещё не созрели, называется, как говорят, не созрели. И что у вас энергетически... Да, знаете, но вот у многих, кто смотрит сейчас это видео, у многих очень важно, а что подумает о них княгиня Мария Алексеевна? То есть что подумают другие люди? Что они будут щебетать? А вам карты говорят? Да пофиг, на три буквы. Пфи, как я вас учила. Пфи, пфи, пфи. Поэтому мы и посмотрим. И вот вам важно, поэтому вы смотрите, что о вас-то говорят там кто-то. А нужно обфикнуть их и гореть всегда, гореть везде, до дней последних донца. Гореть и никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце». Да, и тогда вы, если это всё отбросите, отбросите там людей, которых не нужны щебечущие вам в ухо, то у вас будут какие-то... какие-то очень хорошие новости или даже дела в государственных, муниципальных или каких-то таких вот учреждениях. Такая вы энергетически. И так, знаете, у вас энергетически идёт, да, поменять. Хотите, я вам расскажу, как можно поменять судьбу? Первое. Судьбу мы меняем своим именем. Вот когда вы замуж выходите и вместо Ивановой становитесь Петровой. Всё, вы поменяли судьбу, у вас же другая жизнь. Поэтому при разводе лучше поменять своё и пойти своей дорогой. Или имя вы поменяли. Или перекрестились даже по-другому. изменение имени. Изменение места жительства и страны. Всё меняется. И изменение религии и представления о том, как вообще создан мир и какой мир вокруг. И вы измените судьбу. Есть ещё несколько пунктов, но это основные. Кому интересно, то, пожалуйста, в Телеграм. Мы там разные такие вещи обсуждаем. Все мои контакты и описания есть и в описании, и в закреплённом комментарии, и в сведениях о канале. Это мы сказали о вас. А теперь мы будем смотреть, кто на вас... Сначала начнём с этих карт. Кто о вас злословит, ябедничает, сплетничает, есть и ябеды, ненавидит, проклинает даже. Кто? Сначала будем смотреть, кто это делает. Могу сказать, что это делает... У многих будет, что это делает мужчина, если женщина смотрит, мужчина, который бывший. И его мамашка там или кто-то из его родины... Ну, кто с ним? Женщина. Мужчина и какая-то женщина с ним. Что он хочет? А-а-а. Он что-то ему кажется, что он не договорил, не набякал вам ещё, не набякал, не нахакал. Он хочет с какими-то разговорами к вам прийти. А знаете, приходит ещё к другим людям, и там тоже вякает и тякает, и тут прям идёт ненависть какая-то. Так, могу сказать, что вам крупно повезло. Кто смотрит это видео, вам крупно повезло, потому что за вами стоят богини, главные богини этого мира. не те, которые придуманы в храмах попами для того, чтобы держать рабов в узде, а именно богини. Богини у реки Пактон. Это богини. И поэтому все, которые люди, которые на вас злословят, проклинают, ненавидят, вы находите или отходите от них, или находите способ, как от них отвязаться. Кто ещё? Так, у вас есть действительно враг. Враг есть в лице женщины. Эта женщина или обращается куда-то к каким-то тётенькам, колдухам, или сама знает какие-то вещи, потому что кто о вас, это женщина, и эта женщина, у кого-то это может быть в коллективе. Сейчас я вот так... Нет, я вот эти карты возьму, докладывайте. У кого-то эта женщина, может быть, то есть вы её знаете, там, ну, родственницы, или кто-то, и подруги там, ну, есть ещё в коллективе, и которая злословит, сплетничает. И что ещё делает? Она хочет убрать равновесие в вашей жизни. Пере... Знаете, тут, да, вот как крадник идет, украсть ваше для себя. А она считает, что она делает всё по правилам, но по башке-то ей стукнет. Сейчас она хочет постучать на вашу бошечку, на вашу головушку, но постучат потом ей по голове. Кто ещё о вас злословит, проклинает, сплетничает, ябедничает? Ну, крокодил, ну, видите, карты какие. Эти люди рядом с вами. Я больше вижу, что это... Ну, вот не совсем в семье. Вот бывший, тот 100% сразу, который, может быть, сам куда-то бегал-бегал, а теперь начал. Не тот кусок, не всё добрал. Надо было ещё что-то у вас взять, ещё хоть что-то у вас добрать взять. А здесь есть люди-крокодилы. Люди-крокодилы. Такой фантастический есть рассказ с людьми-крокодилами. Вот здесь люди-крокодилы, которые притворяют, что вроде бы они такие невидимые, а когда пасть откроют, то сразу проглотят. Они вам поют песни, они вам звёзды вроде как с неба сыпят. На самом деле, это очень страшные люди, которые... Вот эти люди именно проклинают, проклинают, они проглатывают. А вот тут вот, которые делают крадники, забирают на себя. Кто ещё тут у вас? А так говорится, что вы, знаете, вот ноги, вы не знаете, как ответить им и пытаетесь спрятаться, вот как собачка, бежит, бежит, такой дождь, холод, и вдруг она видит коробку. И она в эту коробку хлопс, и дождь не стучит. Вроде как спряталась, вроде бы её не видно. А на самом деле... А на самом деле она не спряталась. Это такая видимость, потому что идёт дворник, и эту коробку хлоп, и эта собачка опять наверху, опять под дождём. Так. Кто ещё? Здесь чётко идёт, да, вот как вот, идёт коллектив. Ну, у кого-то это может быть в семье, но у меня больше почему-то идёт. Больше у тех, кто это какой-то коллектив. Люди, которые вас окружают, которых вы знаете, может, вы куда-то ходите, какие-нибудь танцы, танцы какие-нибудь ещё, какие-нибудь йоги. Но тут люди, которые вас окружают. Люди, вот эти люди вам хотят вредить. Да, и знаете как? И тут идёт уже две карты, что эти люди вредят и сплечничают, и что-то делают не просто так. Они обращаются к магическим различным вещам. Зачем они это делают? Сейчас на картах. А на первом, на втором канале вышло видео вызов онлайн-ритуал через магию свечи. Посмотрите, пожалуйста. Рекомендую. Почему они так делают? Фух. Знаете, вот правильно, вас окружают люди, которых вы не очень замечаете. Что они вам вредят, что они сплетничают, что они ябедничают, что они ненавидят. Они, вот знаете, как какая-то зависть такая, не знаю, зависть какая-то. Люди завидуют всему, даже то, что у вас в трусах резинка, а у них просто верёвочка. Да, они завидуют, возможно, завидуют, что вы как-то не одни, или что вас окружают какие-то люди. Тут идёт какая-то зависть, и, знаете, они хотят своё одиночество или свои какие-то неурядицы, это не обязательно, что вдовец, неурядицы проблемы пересадить на вас. Вот от них, ну, мы сейчас их закроем. Помните, как я говорила, как мы будем закрывать? Так, мы вот это должны закрыть, и вот эту карту мы должны закрыть. Сейчас я потом эти уберу, мы ещё посмотрим, так, чтобы не забыть. Тут, конечно, вам даётся совет, что да, от этих всех людей, если у вас на работе такая шайка-лейка с густых змей, возьмите свои вещи и уходите с этой работы. Не надо быть там, где невозможно, потому что вы начнёте болеть, и болезни эти усугубятся, и вы не сможете их вылечить, потому что, ну, очень там хорошие такие людишки есть, ну, на работе или там, где, вот говорю, люди, которые просто вам не желают вообще не просто доброго, они и проклинают, они и врут. Эта энергия гадости, почему идёт? Эта энергия гадости идёт на вас, да, она им в тысячу раз возвратится, это так работает энергия, так работает Вселенная, но сначала она тронет вас, поэтому лучше от этих людей. Фик, сели в поезд, чух-чух-чух-чух-чух-чух, сели в самолёт, ух! Даже сели просто на коняшек и поскакали от них подальше, и поменяли дальше. Так, ещё есть у многих, кто смотрит это видео, у многих есть люди, которые вас ненавидят, которые находятся в каких-то государственных, муниципальных, ну, в общем, или в каких-то официальных учреждениях, или какие-то там начальники, которые наверху, они вас ненавидят. Знаете, за что? Что у вас как-то всё получается, и вы можете договориться, выйти сухой из воды. Кто ещё там такой? Да. Что вы можете как-то расположить к себе. У меня женщина одна есть, у неё обычное имя, такое известное-известное имя, которое называют и в России, и в Украине, и в Белоруссии. Она живёт в Германии. Вот знаете, она наверняка меня смотрит, и нас знает. Я расскажу, что она живёт в Германии. Она настолько излучает от себя, вот просто, она сразу располагает к себе людей, даже начальников, которым так фигово. Вот просто она вот излучает. Вот здесь завидуют люди, что человек излучает вот эту энергию добра. Люди из-за этого стали так злиться, потому что все излучают, уже просто изрыгают, как змеи, зелёную мерзкую массу, чтобы и других отравить этим. И вот здесь это идёт. Потому что вот эта радость, которую я тоже вам говорю, умейте радоваться всему, она даёт прямую дорогу в жизни. Да? Да. Потому что вы умеете привлечь на свою сторону как-то людей. Вы улыбнётесь, и люди все улыбаются. А вы заметьте, пойдите по улице, просто идёт человек, вы улыбнитесь ему, вы увидите, как в ответ улыбнётся один, второй, третий, улыбайтесь. И эти улыбки к вам тоже так же вернутся. Эх, их сплетники. А вы почему-то, узнав о том, что кто-то на вас сплетничает, говорит гадости, вы огорчаетесь и начинаете плакать. Не сметь плакать. Почему нельзя плакать на них? Не сметь плакать, потому что им сразу пойдут, тогда им пойдут прибавления, а вам потери. Видите, у них туз. А если вы не будете плакать, а будете гордо стоять, то у них пойдут потери, 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 потери и полный проигрыш. Так. Тут ещё говорится, что может быть, какие-то вы получите бумаги или кто-то на вас чего-то напишет, как я говорю, на ябедничает, на сплетничает, на ненавидит. И вы получите эту бумагу, в которой будет неправда. Но на неё нужно будет ответить. Но как нужно будет на неё ответить? На неё нужно будет ответить, как прям закопать её. И тоже так же, как и эти люди, точно по такому же сценарию проникнуть в их огород и сделать точно такую же бяку. Прозеркалить их, обдумать всё, а потом стоять и улыбаться себе в зеркало. Ещё можно сделать на этих людей через зеркало ритуал. Прозеркалить их, их фотографию на зеркало, на чёрное зеркало, и так хорошо их прозеркалить. Но я не советую заниматься такими вещами, потому что если вы не умеете, то не надо, чтобы не было никакого зла. Кто ещё вас? Видите, я вам сказала, кто вас и за что вас. А теперь мы будем... Вот это я уберу. Это очень интересные мифологические карты Ленорман. Ну, если Ленорман вообще нам никакие карты не дошли, всё остальное, это всё люди придумали. Нам нужно закрыть вот этих вот всяких вестителей и колдунов и закрыть этот ящик Пандоры, который вам открывают. Как мы это будем делать? Мы сейчас будем это закрывать. Мы будем искать карту. Нам нужно искать... Здесь у нас король Буби и здесь тоже Буби. И здесь это как разговоры, как злословие. Мы должны найти карты, которые будут черви. О, прям сказала. И получилось, что мы вот этих людей... Видите, здесь двое и здесь двое. Как хорошо легло. Я же не выкладывала. То есть вот просто беру подряд. Астрея. Здесь зло. Злые какие-то умыслы мы перекрываем. Вами самими же, если женщина, перекрываем, делаем вам такой колпак, закрываем щитом. И здесь идёт, что ангелы и боги будут на вашей стороне. Теперь мы должны закрыть ящик Пандоры. Опять червовой картой. Пока идёт... Так, я просто, чтобы вы видели, крестовая, бубновая, крестовая, пиковая, крестовая, пиковая, пиковая. Видите, как них... О, перекрылась десятка, да? Девятка черви. Девятка черви – это любовь. Ты вы посмотрите, как перекрывается вами, и здесь боги. А здесь я просто из колоды брала подряд. Я не знаю, как ляжет. Это так сверху по потоку идёт информация. Мы закрываем, перепрограммируем вашу... Ой, стоп, осторожней. Перепрограммируем вашу судьбу. Посмотрите, здесь идёт, что всех врагов, сплетников, ябедников и всякую гадость вы победите. Как победите? Не ненавистью, а любовью. Девятка черви – это любовь. Вашим сердцем и вашей любовью. Именно такой тактикой, посылая посылы даже мысленно... Мысленно – это очень хорошо. Посылая посылы мысленно на врагов, что вы их любите. Умейте такие вещи делать. Это очень хорошая практика. Что вы им дарите какие-то подарки и видите, как они веселятся. Вы им подарили тортик, они любят тортик, а он так чмокает, весь испукокался и так вкусненько говорит. Вы подарили какие-то каменья, вы подарили какие-то меха, вы подарили машину, и вы видите, как он радуется. И вот это вот такая мысленная любовь. Вы посылаете эту мысленную любовь в настоящей жизни. Так не надо показывать, потому что вы можете испортить. А именно мысленно. Визуализируйте вот это мысленно, и вы этого врага побеждаете. Вот так мы перепрограммировали вашу жизнь, которую хотели вам испортить. Вот эти вот сплитники. Всем добра, радости, счастья. Пожалуйста, заходите в Телеграм. Смотрите на втором канале Вызов онлайн. И там очень интересные вещи рассказываю. Не забывайте про взаимообмены, донаты. С вами всегда я, Вивиена, везде в соцсетях. Пока-пока, до новых встреч и жду вас в Телеграм. Ссылки под видео можно зайти по телефону и попросить дайте ссылку. В Телеграм. Пока-пока.